всем привет катя там у нас собирается уже искупалась я уже сходил на учебу первый день прошел в принципе нормально ничего особенного вот такая только предстоит идти туда коротенький день у меня был но я жду ответа от учительницы мы с практика на самом есть одна проблема мы не можем ее сделать вот и она должна ответить когда мы можем с ней встретиться чтобы рассказала как там дальше быть за эту практику сделать еще пока никому не удалось нас много групп не знаю групп наверно 10 может чуть больше потому что в группах подвозь наверно больше больше не знаю сколько точно много групп и никто еще эту практику не сделал и все попросили у учительницы помощи ну то есть у нас есть такие тутории я не знаю как это называется индивидуально ты можешь с учителем встретиться это запрограммировано ей за это платят то есть у нее есть определенное время когда она должна это проводить но проблема в том что когда это все то на всех времени не хватит я не знаю как она сегодня нам выделить время потому что может быть она даже скажет давайте там сделаем какой-то дополнительный час и она ответит на вопросы всех не знаю короче будем смотреть она нам что пока не ответила время уже 12 часов дня я думаю она просто в шоке и не значит делать на поэтому не отвечали таки я сейчас буду завтракать ну что я голодный очень катя мне приготовил краситься катя мне там приготовила что-то что это у меня здесь гречка с беконом до бочками и томаты очень вкусно очень вкусно я уверен надеюсь я уверен пассированный завтрак тире обед смотрите на это чудо до помощь к тебе очень нравится диван да кстати от она любит лежать именно на вот этой части дивана на ту другую она практически нет нет посмотри позировать она начала пума ты красопета можно тебя тронуть пил пил все это так что я сделал и познакомиться с пилом и красопета можно сказать прямо сейчас ну и и и Ребят, у меня уже закончилась учеба, сегодня был короткий день, вообще теперь у меня по вторникам, я буду учиться как бы до шести, но наш учитель всегда отпускает нас раньше, я купила себе кофе и иду теперь довольная, потихоньку иду на станцию, мне так нравится выходить с учебы, когда учеба заканчивается, а на улице еще светло, тепло, хорошо, в общем, очень круто. Заходила в Зару, там появились новые вещи, новые коллекции, я несколько джинсов померила, перед учебой, быстренько у меня было, буквально 10-15 минут, я за 5 минут померила двое джинс и два топа, но одни джинсы мне очень понравились, как сидят на мне, но мне не понравилось, как сидеть на талии, вот они такие высокие, классные, ну не знаю, то нужно сходить как-нибудь с Ваней в Зару, и чтобы он посмотрел и сказал, либо померить еще раз, чтобы он, сфоткать, чтобы он посмотрел, что меня смущала зона у Талии. Ой, хорошо, я просто иду и кайфую, тут вкусно пахнет, тут в Барселоне даже пахнет как-то по-другому, как-то пахнет едой, морем, как-то, ну вот, не знаю, я, знаете, вы начинаете ценить то, что у вас есть, только после того, когда вы получили какой-то контраст, какой-то другой опыт, и вот я просто сейчас иду и понимаю, что я настолько счастливый человек, что у меня тут настолько классная и прекрасная жизнь, что я живу в таком чудесном месте, я благодарна Богу, что я именно здесь, благодарна своим родителям, что они привезли меня сюда. Рука немела, но я счастлива. Ладно, все, пошла я, в общем, а людей, кстати, людей, очень-очень много людей, мы когда уезжали в Россию, такого наплыва людей не было, сейчас просто люди везде, и так шумно, в общем, в общем, приближается лето, точнее, оно у нас уже почти пришло. Мы уже приехали, точнее, я приехала, Ваня у меня забрал со станции. Я никуда не уезжал. Мы приехали к Ванинам родителям проведать кошеков, мальчику и Василька, ну вот каждый день вечером заезжаем, еду подсыпаем, воду наливаем, ну, в общем, следим. И за квартирой следим, и за кошаками, естественно. У нас что-то так резко изменилась погода, вот было, солнышко было так круто, сейчас, бац, затянуло все небо, упала температура, мне чуть-чуть холодно. Чуть-чуть? Да, чуть-чуть холодно. Вот, и, похоже, собирается дождь. Жаль. Печалька! Вот такая вот печаль. Да, я сразу издевать начала, как ненормально. Нормально не издевает? Да. Закупились совсем немного в Меркадоне, сегодня у нас на ужин будет рыбка вкусная со спаджи, с томатами черри в духовочке, будет супер-пупер у нас крутой ужин. Да, конечно, сейчас. Сейчас мы откроем машину нашу. Чего она не открывается? Во, открылась. Ой, кстати, новые напитки у нас стали продавать. Я хочу вот этот напиток, который держишь в руках. Я его тоже хочу убрать. Да. В общем, это напиток какой-то с алоэ вера и гранат. Мы еще взяли просто с алоэ вера. Ну, чего она не фокусируется? Спасибо. Ой, чуть себе не пришибла палец. Ой, чуть палец себе просто не пришибла. Ты ее с соком, с камерой. Да я же гений просто. Если бы что-то убрать. Зачем что-то убирать? Нужно все делать. Сейчас камера полетит. Подожди, подожди. Что ж такое? Все. Едем домой. Да? Ну да. Так. Мы сейчас вам покажем один из моих самых любимых блюд с красной рыбой. Единственное, я скажу, что блюдо не особо дешевое получается, судя по российским ценам. Именно в России не дешевое получается. У нас это нормально. Ну, нормально, да. То есть не супер дорого. Оно такое, адекватная цена. Вот спаржа, допустим, у нас стоит 2 еврика. Да. А в России стоит очень дорого. Мы что-то смотрели. Около 10 евро. Да вообще офигели. За что? За что такие деньги брать с людей? Ну, блин. Вообще. Средняя зарплата в России ниже, а цены такие же или выше. Как такое может быть? Что у нас там за хаос? За двери. За люфт. Закрывай этот хаос. Все. Я навел порядок. Смотрите. Чисто и красиво. Так, ну ладно. Будем когда добавлять ингредиенты, я буду включаться, да? Сейчас пока нечего. Все подготовлено, все помоем? Вот. А еще у нас тут пришел шеф-повар. Пума. Она с вами поделится своими лохами. Как стащить рыбу. Она, кстати, не любит рыбу. Ну, это для отвода глаз. Она ее не любит. Так, возвращаемся к блюду. Да. Духовка разогревается на 200 градусов. Как это блюдо называется? Рыбка по-катерински? По-катерински. По-герунски. По-герунски? Да, будет герунская рыбка. Вот. Нам нужен противень. Нам нужна фольга. Нам нужна спаржа, которую мы выкладываем. Желательно толстую. Тоненькая она высыхает. Толстая она пропекается. Такая хорошая. Но сегодня в магазине мы под закрытие пришли, поэтому особо много толстой не было. Была только одна упаковка. Хотя мне жареная больше, наверное, тоненькая. Когда жаришь на сковородке. Ну, жареная не так полезна, как запеченная. Бы-бы-бы-бы-бы-бы. Вот. Сейчас мы вот так. В общем, мы выкладываем спаржечку. Мы выкладываем спаржечку. Сейчас, сейчас выкладываем. Ну, выкладываем. Тут спаржа столько целый лес. Срубили. Да. Так. Теперь нужно немножко посолить. Спаржа вообще очень вкусная. И раньше я ее не ел. Но потом как раз пробовал. Она сразу такая вкусная. Теперь выкладываю рыбку. Рыба у нас уже почищена. Да. Чешуя. Всего, то есть она чистенькая. Единственное, что вот тут чуть-чуть косточки есть. Это каждая уже. Но эта рыба на самом деле не такая костлявая, поэтому можно как-то пережить. И вот так. Слушай, это нам не на один раз сразу хочу сказать. Это на два, наверное. Это только мне. И сейчас еще мы сделаем такой же праздник, Катя. Да. И все за раз. И все за раз съедим. Да нет, шутка. Это нам на два раза. Теперь рыбку подсаливаем. Как ты с ложки можешь подсаливать? Я бы все запорвал. Также я еще использую такие вот специи. Они для рыбы. Здесь чуть-чуть соли, базилик, лимон. Лимон? Лимон? Да, сухой лимон. Он хорошо подходит к нему, ребят. Пахнет круто. Еще я люблю добавлять перец к молотке. Слежим молоткой. Следующий этап. Помидорки черри. Их просто вот так вот кладете. Они когда запекаются, очень вкусно. Насколько хотите, столько и кладете. И даже резать не нужно. Прямо целиком. Я, кстати, люблю вот этот вид черри. Вытянутый. Он продолговатый, да. У него более сладкий и более такие вкусные. Так, теперь следующий этап. Нужно все накрыть поликой. Чтобы оно все там пропекло. Да, сейчас еще кусочек полиграю. А потом это все открываем, да? Да. Когда оно уже почти все будет готово, я банан на 5-7 минут все открываю. Потому что Ваня любит, чтобы рыбка была немножко с корочкой. С корочкой. Вот поэтому открываю. Но если вы корочку не хотите, в принципе, можно не открывать, а вот в закрытом... Ешьте с корочкой. Что это значит не хотите? Все. Никакого оливкового масла, ни подсолнечного, никакого... Рыба очень много дает. Да. Плюс жидкость дает спаржа, жир дает рыбам, чтобы... Да, и наши слюни, которые выделяются, пока готовятся. Что? И наши слюни, которые выделяются при приготовке. Это ужас. Все. Отправляю в духовку минут, наверное, на 20, где-то так. Ну, потом, когда оно приготовится, мы скажем, сколько минут оно выпекалось. Прямо сейчас в 8 часов 10 минут. Поэтому вернемся к вам попозже. А помоя как сидела, так и сидит. Катюша у нас уже все приготовила, все расфасовала. Да. А в итоге где-то около 40 минут. Чуть больше. Может, чуть больше, но я потом убрала на минимум... Мама звонит. В общем, приятного аппетита. В общем, вот так все выглядит. Все, я беру трубку. Ребята, мы уже поднимаемся наверх. Пума, идем. Пусяня. Пума. Ты громче кричи. Как все слышали. Пума. Как мне охотно вышли. Сейчас я, Пумка, на тебя сфокусируюсь. Пошли спать. Мы поднимаемся. Чтобы смонтировать и было положиться спать. Мы, в общем, смотрели с Ваней Лала Лэнд. Но что-то нам как-то было скучно. Было не Лала. Это точно. Было точно не Лала. Ваня врубил везде свет. Ваня врубальщик. Ты врубальщик? Или нет? Все танцую. Как в этом? Ну, назад чуть-чуть отойди. Поехали. Мы прям как Лау заиндет танцевую. Ту-ту-ту-ту-ту. Все нахронность просто зашкаливает. Зашкаливает. Ой, ладно, все, ребята. Ты не засняла мое движение? Давай. Давай еще раз. Давай еще раз. Шикарно, шикарно. Обращайтесь. Я делаю уроки танцев Ла 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 Лэнд. Ла 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 Лэнд. Вот так. Ален, какие ты еще умеешь делать? Не знаю. Пока я... Остальные платные уроки. Это была бесплатная версия. Ладно. При, понимаешь? Ладно, все, ребята. Пошка монтировать влог. Мы увидимся с вами завтра. Танцую. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok